Всем привет! Это Украина на вкус. Сегодня будем готовить мужское, потому что очень простое в приготовлении и очень сытное блюдо. Между прочим, это, наверное, одно из самых популярных в Украине блюд, потому что готовят его в каждой семье. С 1768 года украинцы официально выращивают, а значит и едят картофель. И очень они полюбили это дело. Ну а о любви украинцев к салу, я думаю, знает уже весь мир. Так что сегодня будем готовить картофель, жареный на сале. Ну или же картошечка по-домашнему. Для приготовления картошки по-домашнему нам понадобятся картошка белая, картошка красная, лук желтый, лук белый, растительное масло и сало. Картошку для этого рецепта необходимо почистить. Теперь нарезаем тонкими полукольцами, ну где-то в миллиметр толщиной. А вот теперь тот самый маленький секрет, о котором я говорил в начале. Картошку перед жаркой нужно замочить в холодной воде. Вода вымает из картофеля лишний крахмал, и тогда картошка на сковороде у вас не будет слипаться. Пока картофель будет вымачиваться, мы будем делать что? Поджарочку. Правильно. Для чего? Лук нарезаем полукольцами, сало нарезаем кубиками. Кстати, если вы найдете копченое сало, получится так вкусно, что мама ридна. Теперь сало отправляем на сковородку. Нам нужно сделать шкварки, то есть кусочки сала, из которых вытопили весь жир. Вот этот вот самый удивительный, полный канцерогенов, чего-то очень вредного, но фантастически вкусного, растопленное сало. Когда увидите, что сковородка наполнилась целебным свиным жиром, отправляйте туда лук. Обжариваем сало вместе с луком. Зажарилось. Отлично. Теперь достаем вот эту вот поджарочку и откладываем куда-нибудь, желательно, в теплое место. А теперь на эту же сковородку забрасываем новую порцию еще не обжаренного сала. И повторяем вот всю ту же процедуру с выжариванием шкварок. Ну а теперь на этом растопленном жире обжариваем нашу картошечку до готовности. Когда у нас наступает готовность картофеля, когда он приобретает очень аппетитный и такой вот, чтобы прямо устоять невозможно, золотистый цвет. Не забудьте посолить и поперчить. Все! Я же говорил, это очень простое блюдо, вот на уровне элементарного. Давайте сервировать. Очень хорошо к этому блюду идут какие-нибудь домашние солености или маринады. Вот огурчик, лучок, что-нибудь эдакое. Вы попадете в настоящую украинскую кулинарную нирвану. Только не говорите об этом вашему диетологу. Это реально сойдет с ума. Кстати, а вы когда-нибудь в жизни жарили картошку на сале? Обязательно расскажите нам об этом на наших страницах в Ютьюбе и на Фейсбуке. Все смачного, как кажете нас в Украине.